Здравствуйте! А ведь я вам говорил, что самое интересное только впереди. Итак, время больших ножей на канале Архадыр. Бургут производства Кизляр. Большой Абхазский производства Кизляр. Таёжный Златоуст Аир. И буквально-буквально, уже я знаю, в пути шериф от Златоуст Аир, который достойно встанет в этот ряд здоровенных тесаков, здоровенных ножей, которые под руку только настоящему мужчине. Это всё серьёзно, шутки кончились. Хватит. Хватит каких-то мини-тактиков, городских универсалов. Будем рубать по-настоящему. Итак, первый кухонный мини-тест у нас. И нож Таёжный Златоуст Аир. Освяжу в памяти, что он 296 мм. Общая длина. Клин 169 мм. Ширина 34 мм. И толщина 5 мм. 5 мм по обуху. Полноценный, прямой обух. Без всякого, без разного. Всё, как я люблю. Сам по себе тест будет проходить в том же формате, что я обычно. Почему? Потому что я понимаю, что эти ножи не для картофеля. Начинаю Таёжным чистить картошку. Они, скажем так, для того, чтобы пластать какие-то большие куски мяса. Там шашлык. Делать что-то ещё. Какие-то там стейки. Но я могу сказать, во-первых, на мой взгляд, ничего интересного в том, чтобы нарезать мясо на стейки, нет. С этим справится любой такой здоровенный нож без проблем. Потому что мясо это не тот материал, чтобы там сильно запариваться. Достаточно, чтобы нож был просто заточен нормально. И во-вторых, я сейчас, как привычно, делаю курицу. Всё-таки курица там суставы, кожу отделить нужно, порезать как-то, отделить мясо от костей. То есть более мелкая, более кропотливая работа. И, скажем так, как в случае с топором Кэмп от Мистер Блейд, тактической кухни, я моделирую ситуацию, что вот вы где-то оказались, и у вас другого ножа нет. Только таёжный. Производство Златоуста Ир. Несмотря на огромные размеры, вы видите, нож очень достойно справляется с чисткой картофеля. Хотя, не буду врать, скажу, что, конечно, у меня от этого напрягается кисть и предплечье. То есть, если этим ножом, таким большим, потому что, ну, я далеко выношу палец большой руки, если таким ножом взять и почистить, например, пару ведер картофеля, то рука, конечно, отвалится. Но, сейчас разговор не об этом, сейчас разговор о том, что вот, что же он всё-таки может, на что он способен. Именно по мелочи. Будут грильные рёбра, если будет возможность, обязательно запишу видео о том, как я рёбра там рублю и прочее, прочее. То есть, всё это от нас не уйдёт. Сам по себе шашлык. Ну, может быть, я расколол луковицу, слышали, я думаю. Может быть, я сниму сам процесс заготовки мяса, потому что, я повторюсь, то есть, как таковая нарезка, она не особо интересна. Плюс, я думаю, что когда, все понимают наверняка, что когда делаешь шашлык, когда мясо делаешь вообще для гриля, то это такое своеобразное состояние души, которое не хочется прерывать вот разговорами, пусть даже какой-то приятной болтовнёй. То есть, вот сейчас я испытываю удовольствие от того, что я провожу тест ножа и общаюсь с вами. Но, когда я делаю мясо, я скажу так, чтобы нарезать лук тонкими кольцами, мне приходится излишне контролировать клин. Почему? Потому что обух настолько здоровенный, что я просто не вижу то место, куда лежащая кромка попадает. Но, довольно неплохие получаются кубики. Ну, так вот. И удовольствие совершенно иного рода, когда нарезаешь один к одному в пропорции лук, мясо, шею, баранину. И из всего этого делаешь какой-то гриль. То есть, я думаю, что мои зрители меня простят. Плюс я в одном из видео очень подробно, я даже не помню, какой-то нож был, но я очень подробно объяснил, почему я выбираю именно эти продукты. Курицу, а не рыбу там и не какие-то другие варианты. Почему? Я чищу картофель, режу томаты и паприку за счет их скользкой кожуры. И нарезаю лук и огурцы, чтобы определить, насколько сильно вот эти все большие тактические или лагерные ножи раскалывают своими здоровенными обухами продукты. Вот луковицу пополам он режет с явным раскалыванием. Это слышно. Но при этом нарезка идет очень аккуратно. Посмотрите. Когда не нужно контролировать, вот как в случае с кубиками, а просто идет вот, то есть мне не нужно собирать луковицу, скажем так, для последующей поперечной нарезки, я просто вдоль нарезаю. Все очень замечательно происходит. Нож, ну пока что я не могу сказать, что он не заточен, как многие ножи златоуст АИР. Пока у меня нет таких претензий. Вполне нормально. Вполне нормально режет. Так, ну, поехали. Пусть будет у нас половинка огурца уже тоже колет. Ну, 5 миллиметров по обуху. Что тут хотеть, чтобы он не колол? Так не бывает. Уже, честно говоря, достали эти испанские огурцы. Потому что хочется своих. Таких домашних. Ну, и вообще, опять же, в одном из видео я напомню, что... Сейчас я беру нож за рукоять вот так и аккуратно нарезаем. В одном из видео я поделился вспоминанием того, что когда я был ребенком, то одним из признаков наступающей весны, запахом наступающей весны, были вот эти вот первые огурцы, которые бабушка приносила с рынка. То есть, это была никакая там не Испания, ничего. То есть, надо было дождаться своих. Даже, наверное, не весны, а уже начало лета. И у этих огурцов был настолько дивный запах. Вот у этих парниковых первых огурцов. Что я его реально буду помнить всю жизнь. Без какого-то свиста, без какого-то рассекания воздуха нож порезал огурец. Скажем так, порезал ровно, спокойно. Но, опять же, я могу сразу сказать, что я каких-то мега чудес от этих монстров не жду на кухне. То есть, я понимаю, что я этим ножом запросто, вот такой вот, если взять кусок шеи свиной, я его спокойно распластаю на стейке, и хватит и ширины, и длины клена. И там не будет играть никакой роли толщина обуха. Но, мне интересно, именно по обычным продуктам, скажем, в обычных условиях. Замечательно. Здесь тоже 5 баллов. Я считаю, что кардинально в лучшую сторону отличается здесь заточка. Несмотря на то, что, в принципе, вот по виду абсолютно такая же кромка, такое же сведение. Но, в лучшую сторону кардинально отличается заточка от ножей полярной, два хаски, от ножа штрафбат. То есть, как вы видите, нож не скользит по вот этой вот скользкой, скажем, коже томата. Нож режет абсолютно уверенно, спокойно. Конечно, было бы здорово, если бы все это еще оставалось так вот собрано в одну помидорку, но уже и так неплохо. Иным словом, к тому моменту, как я это все опубликую, вы наверняка уже посмотрите итоговое видео про городские универсалы. От мистера Блэйда и от Кизляра. Вы наверняка увидели уже, как я убил нож от мистера Блэйда на аудорном тесте. Немножко хуже дело обстоит с паприкой. Чуть-чуть получилось такое невнятное продавливание. То есть, конечно, в идеале нож из коробки должен резать лучше. Но он действительно, вот я думаю, что вы видите, сейчас я отодвину, вы видите, что он режет. Он нормально режет, но немножко вот нет такого, нет такого прям восторга, нет такого свиста. К слову сказать, по поводу восторга, в полный восторг меня привели за последнее время два ножа именно на кухне. Это лис от Северной короны, который стоит, скажем так, немало. И в полнейший-вполнейший восторг привел меня Рубеж-2 от Кизляра, который стоит совсем немного. А при этом на кухне просто действительно какие-то чудеса творил. Резал. Ну, я не знаю, для такого ножа, немаленького, с учетом того, что он сделан из той же самой простой стали восьмерки и прочее, и как-то он именно не производит впечатление какого-то супер-ножа, ни в плане там какого-то аутдора, ни в плане кухни. Это был просто восторг. Ну что, очень достойно, очень хорошо. Опять же, если вы смотрите все мои кухонные монологи, то, наверное, знаете, что именно примерно вот в этом месте я, заболтавшись, режу себе палец. Ножам просто надоедает меня слушать, особенно, когда я пою дифирамбы другим ножам. Я скажу честно, по овощам, по курице я ожидал, что будет хуже. Вот честно скажу. Я ожидал, что будет все гораздо грустнее. У нас с таежным выходит очень даже замечательно. Нож порезал, действительно, для своих габаритов достаточно аккуратно картофель. Тонкая была кожура, тонкие очистки. И при этом справился. Конечно, он колет лук, он колет огурцы, но я думаю, что вы понимаете, что при 5 миллиметрах обуха иначе быть не может. Но при этом очень достойно прошел и томат, и прочее, прочее. Летом, может быть, удастся выбраться на рыбалку. Тогда можно будет вживую как-то снять именно разделку рыбы. Надеюсь, какой-то крупной рыбы. А за свинину, ну, не обессудьте. Я говорю, я не вижу разницы. Вернее, не вижу никакого смысла просто нарезать большой кусок мяса какими-то кубиками или стейками. Я это делал с ножом. Опять же, штрафбат. Ну и, я не знаю, как вам, мне интересно, не было. Вот честно. Здесь хоть какие-то хрящики, какая-то более или менее тонкая работа. Вот так спокойно надрезал. Без каких-то лишних эмоций. Сейчас мы это все, вы видите, я сразу освобождаю курицу от костей. Хребты идут потом на бульон. А это все я просто кидаю. Режу на кусочки. Просто кидаю в форму. Совсем немножко. Или дальше. Или просто капля сливок. Или, скажем, немножечко какого-то майонеза. Специи. Соль по вкусу. Немного лука. И сверху сыр тертый. Все. И это все добро. На 200 градусов. Где-то минут. Но я с запасом всегда беру. Я люблю, что лучше пускай немножко подсохнет. Ну, где-то минут на 55-60. Можно и 45, я думаю, будет готово. Я говорю, что я просто всегда перестраховываюсь. Минимум калорий. Вкусно. Очень быстро. Совершенно. По моему любимому принципу приготовленное блюдо. Была бы курочка, а сварит и дурочка. Ну, это мы потом обдерем. У нас, я так понимаю, регламент. Что я могу сказать? Я могу сказать, что на кухне, с учетом того, что нож это не кухонный, но в любом случае, если вы его берете в поход, ему придется работать по продуктам. Я могу сказать, что златоустовскому таежному ножу очень-очень приятная рукоять на ощупь. Ребята, вот действительно граб. Она очень большая. Заполняет полностью. Вот так вот садится в ладонь. Это действительно, вот, если у вас руки нормальные, мужские, то вот эти ножи, это самое-самое-самое то. Так вот. И причем эта рукоять, опять же, вписываясь в регламент, очень выгодно отличается от вот этой вот. Здесь все-таки больше такой этнический вариант. И даже от вот этой вот. Мой любимец Бургут. Но посмотрите, толщина рукояти, ширина, совершенно две разные вещи. Одним словом, учитывая габариты этого ножа и учитывая его непредназначенность для вот такой вот мелкой нарезки овощей, для мелкой нарезки, что он больше все-таки для крупной какой-то работы подходит, я ему ставлю твердую четверку с плюсом по кухне. То есть, немножко мне не хватило вот полета супер заточенного ножа по продуктам, но очень-очень достойно справился. Спасибо, всего доброго и скоро увидимся.